Мне столько же лет, сколько и независимой современной Грузии 20-21 века. Мне столько же лет, к примеру, сколько и отношениям Грузии и США, ну и так далее. Довольно символично. Даже трагически символично, поскольку я – дитя войны. Я, многие мои друзья и другие люди, которые из-за войны стали вынужденными переселенцами в своей стране. Опыт войны. Иногда говорят, что мы не помним войну. Мне было около двух лет, когда в Абхазии случилась война. Нам пришлось уехать из Абхазии, из своего дома, место, где родились. Я бы не сказал, что мы не помним войну, потому что война, как начало жизни, настолько вживать в наши гены, в психику, что невозможно, чтобы мы не помнили войну. Мы чувствуем войну, мы по-другому переживаем. Когда сегодня я смотрю на Украину, я гораздо проще понимаю происходящее, чем человек, не прошедший войну. Так что для меня у войны две грани. И сейчас я войну изучаю как феномен психологии и безопасности. Первая грань, как ударная, которая старается уничтожить. И вторая, как отрезвляющая. Война уже ударила по нам. Я, моя семья и, надеюсь, очень многие сейчас находятся на этапе выздоровления и отрезвления. Не допустить не только войну, но и стать сильнее, как людям, обществу и государству. Я, как и члены моей семьи, идентифицируем себя этническими Абхазами, по национальности грузины. Для нас Абхаз такой же грузин, как Негрев, Рачинец, Гуриец. Здесь нам не нужно других объяснений. Война, к сожалению, разлучила моего отца с двоюродными братьями, моими дядями, которые оказались за оккупационной линией. Несмотря на то, что у нас нет таких же отношений, которые были у наших семей, связь мы не прервали. В конечном итоге мы одна большая семья. Существует такое отчуждение, вызванное шоком войны. Но я не сомневаюсь, что эти препятствия исчезнут естественным путем, если откроется, и, надеюсь, скоро, любая из заблокированных дорог. Они, эти препятствия, абсолютно разрушимы, в том числе между моим отцом и его двоюродными, вернее, родными братьями. По абхазским стандартам двоюродные родственники считаются братьями, и мне это очень нравится. Так что там барьер просто искусственный, он также быстро будет разобран, насколько быстро был возведен. В этом я не сомневаюсь. Да, есть отчуждение, конечно. Для его преодоления необходимо снятие больших политических барьеров. Людям, вне моей семьи, остальной Грузии, убежден между собой нечего делить. Я не чувствовал особенного различия из-за того, что я этнический Абхаз. Более того, мои друзья гордятся этим фактом. Учитывая свой опыт, я изучаю, насколько приемлемо остальное абхазское общество для остальной части Грузии, и насколько искусственен воображаемый конфликт. Если практически конфликт, это ясно, и это нормально. И конфликт, и урегулирование конфликта. Будущее мне представляется абсолютно прагматичным. Мы сегодня гораздо больше говорим о прошлом, когда речь идет о конфликте, о войне 30-летней давности. Любая война – абсолютная трагедия, тем более в одном государстве. Я не сказал бы, что мы до конца осмыслили эту войну. Тем не менее, мы там, где мы есть. Для меня важнее осмыслить, чего мы хотим завтра. Для этого, думаю, в Грузии и по ту сторону оккупационной линии, все должны задуматься, какими им представляются последующие 10 лет, чтобы улучшить повседневную жизнь, свою личную, собственной матери, семьи, с точки зрения образования и безопасности. Этот вопрос обращенный к моим родственникам в Абхазии, с кем политически мы на разных позициях. И это абсолютно технический вопрос, по сравнению с тем, где мы можем быть вместе. Это Европа, древнейшая цивилизация, как Абхазия и остальная Грузия, если вспомнить времена аргонавтов. Простота, простота нужна из Тбилиси. Высокопарность здесь ни при чем. Согласно одному исследованию, не вспомню сейчас название, более 70% населения Грузии верят, что Грузия объединится при их жизни. Это невообразимо большой оптимизм. Эти люди абсолютно готовы для объединения, эмоционально, экономически. Нам придется по-человечески делать друг другу уступки. Высокомерие никому не идет на пользу. Простота нужна. Она должна проявляться у тех людей, которых мы избираем, которым доверяем власть. К примеру, мы часто слышим и говорим, абхазы – наши братья. Это проблематичный термин, потому что в Абхазии не живут только братья. Там живут матери, дети, племянники, тети, бабушки. Если кто-то правда хочет донести голос до Абхазии, они должны ко всем обращаться. Они должны разговаривать с ними каждый день, как можно чаще, как можно проще. Не о статусе, а просто о каждодневной жизни. Вопрос статусов станет потом. В каждодневности кто-то должен увидеть, что Грузия не состоит из людоедов. Несмотря на то, что на самом деле это мы оказались жертвами этнической чистки. Те, которые были в большинстве – 200-300 тысяч человек. Против нас совершена этническая чистка, которая по всем высоким стандартам – преступления против человечности. Несмотря на это, мы готовы жить вместе, безусловно. Поэтому и им не на пользу высокопарные разговоры о статусах. Нам человеческая простота нужна. О статусах и о понятии того, что Абхазия без Грузии непредставима – потом. Абхазия с Россией никогда. Вот если сегодня Грузия признает Абхазию независимым государством, этого никогда не произойдет, но теоретически. Россия никогда Абхазии, как и другим независимым государствам, не даст шанс для развития. По двум причинам. Россия не верит в более развитый, чем она сама край, любую отдельно взятую автономию или независимую территорию государства. Второе. Без Грузии биологическая, естественная часть Абхазии просто не существует. У Абхазии с ее самобытностью, политическими и культурными правами, вместе с Грузией в определенной степени есть исторический шанс стать политической, экономической, философической частью Европы. Потому видение будущего, каждодневная коммуникация Тбилиси с Цхум, древнегрузинское название Сухуми, Гудаутой, Гагрой, Галли, должны быть направлены на это, когда мы говорим об евроинтеграции. Для меня, как любящего, верящего в силы джаза человека, он оказался важным инструментом, как философия, которая упростит нам снятие этих барьеров. Галли для нас сегодня трагедия. Там оккупационным режимом притесняются 30-40 тысяч этнических грузин. У них нет свободы использования родного языка, вероисповедания, экономической, политической свободы. Потому для нас Галли как боль, трагедия, но в то же время и надежда. Те люди любой ценой, ценой собственной свободы живут в Галли, и это большой мост. Потому моя философия – идеализм, мечта о том, что когда мы в Галли сыграем джаз, Грузия будет единой, прогрессивной, более безопасной, экономически гораздо более мощной, и вместе с остальной Абхазией – философической, политической, исторической, культурной частью Европы. Поэтому я, как простой человек, иду к этому.